Замечательно, друзья. Я очень рад, что все-таки с, может быть, не первого раза, но уж супернадежно сейчас наверняка мы собрались все вместе для того, чтобы посмотреть закрытие нашего грандиозного мероприятия буткемпа «Цифровой кентавр». Друзья, еще раз для тех, кто пропустил мой первый подход к снаряду. Меня зовут Василий Шатров, и я буду вести закрытие буткемпа «Цифровой кентавр». Сегодня 4 августа 2021 года. Мы ведем мероприятие из Москвы на часах 14.17. Я повторю, что буткемп организовали для вас Академия искусственного интеллекта для школьников, фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и проект кружкового движения «Практики будущего». Буткемп проходил в рамках международного конкурса по искусственному интеллекту для детей. Мы подведем сейчас итоги этого мероприятия вместе со всеми причастными, поделимся впечатлениями о пройденном курсе, поймем, как же дальше применять полученные знания и развиваться в сфере искусственного интеллекта. Нам помогут в этом сегодня программный директор-методист проекта «Практики будущего» Таисия Сахарова, руководитель Академии искусственного интеллекта для школьников Дарья Сатикова, представители команды разработчиков курса для продолжающих, как Data and AI Scientist at Philips, лектор в Deep Learning School, выпускница США от отделения Big Data и специалист по Computer Vision Татьяна Гайнцева, хелпер буткемпа, магистр школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета, искусственный интеллект и большие данные Павел Гончаренко. Да, сейчас мы ведем официальное закрытие, но я хочу обратить ваше внимание на важный организационный момент. Ответы на задания вы можете отправлять еще до 16.30 по Москве 8 июля. Чтобы получить сертификат, пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться на платформе Талант. Да, и кстати, все, кто зарегистрирован на этой платформе, могут поучаствовать в конкурсе Талант и получать баллы в ЕГЭ. Это актуально для тех, кто поступает в российские вузы в следующем году. И, как мы и обещали, 20 лучших участников буткемпа, которые завершили более 75% курса и выполнили последнее задание с конспектами, получат от нас призы. Наш буткемп называется «Цифровой кентавр». Я не знаю, может быть, кого-то удивляет это название. Кентавры — это чаще всего в нашем воображении полулюди, полулошади. Но это на самом деле еще и, возможно, другие комбинации системы, например, из человека и искусственного интеллекта. Причем, где искусственный интеллект и человек вместе работают эффективнее, чем по отдельности. Я знаю, что вы сталкивались с этой комбинацией, работали. Поэтому, если у вас есть желание, пишите в чат. Пишите в чат на YouTube, пишите в чат, кто сейчас находится вместе с нами в Zoom. Какие способы этого человекомашинного взаимодействия вы нашли во время буткемпа. Это все нам интересно. Самые классные комментарии можем прочитать в конце закрытия. Сейчас я перехожу к первому нашему спикеру. Слово передается Таисии Сахаровой, программному директору буткемпа, методисту проекта «Практики будущего». Таисия, пожалуйста, включай микрофон, включай камеру. Тебе слово. Да, всем здравствуйте. Друзья, я очень рада вас слышать, видеть. И я просто крайне счастлива сейчас закрывать этот буткемп. И закрывать не просто часть для продолжающих, а закрывать все вместе. То есть это как таковой финальный финал апогеи всего нашего труда, всех наших с вами совместных стараний. Я следила очень внимательно за всеми вашими ответами в чате, за всеми вашими комментариями к курсу, за всем вашим общением в Дискорде и то, что я могу сказать, коллеги, друзья, вы безумно крутые. Изначально мы вообще ожидали, что большая часть участников буткемпа будут старшими школьниками. Но обнаружилось, что это не совсем так. И это полностью сломало мой мозг. Я была счастлива увидеть, что у нас как были ребята, кто гораздо младше положенного возраста, так и те, кто гораздо старше. И все стремились что-то изучить для искусственного интеллекта, были сверхактивны в чатах, были сверхактивны в вопросах. И это действительно очень классно. Поэтому всем вам желаю продолжать осваивать цифровых кентавров и осваивать искусственный интеллект. Я сегодня на протяжении закрытия со всеми из вас буду абсолютно рада пообщаться. Хотелось бы выделить то, что все задания, особенно для продолжающего курса, поскольку мы еще все-таки закрываем продолжающий курс, они были рассчитаны на продвинутых ребят, на тех, кто готов глубоко копать в дип-лёрнинг, глубоко готов копать в искусственный интеллект, они были действительно сложными. Мы рассчитывали на то, что вы будете погружаться уже не только в практику, как было в курсе для начинающих, а вы будете глубоко погружаться и в теорию. Эта теория в многих местах была достаточно сложной. Там были достаточно такие ужасные математические формулы, там были страшнейшие математические концепции. Вполне возможно, что многих из вас они просто вгоняли ступор, и реакция была, что происходит, зачем я это смотрю, как это вообще работает. И это абсолютно нормальная реакция. Мы рассчитывали на то, что вы посмотрите это, вы поймете, что скрывается за словом функция, что скрывается за словом программирование и за словом нейросети. И что это достаточно большие математические концепции, которым люди приходят годами, и которыми мы вам предложили воспользоваться в течение буквально одной-двух недель. Поэтому я хочу вас замотивировать продолжать заниматься искусственным интеллектом, продолжать заниматься кентаврами, даже после того, как закончится этот буткэмп. Чуть позже, ближе к концу, вам расскажут о многих конкурсах, которым можно все это применить. А так, друзья, если вам интересны кегл-соревнования, вам интересно продолжать реализоваться в этой отрасли, то можете следить за нашим чатом уже после закрытия буткэмпа. Там появится много интересных ресурсов, которыми вы можете пользоваться. Так что всем спасибо. Буду рада следить за вашими ответами и реакциями на протяжении сегодняшнего закрытия. Спасибо большое, Таисия. Я очень благодарен тебе за такое теплое обращение. Это очень классно. Я хочу перед вами извиниться. Дело в том, что у меня здесь закралась оговорочка. Конечно же, не июля, а августа. До 8 августа мы ждем ваших работ. Организаторы ждут ваших работ. Продолжайте их сдавать. Итак, сейчас я передаю слово хелперам. И первый из них – это Павел Гончаренко, хелпер буткэмпа, магистр школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета «Искусственный интеллект и большие данные». Я очень хочу, чтобы вы сейчас включили микрофон и видео. Пожалуйста, Павел, вам слово. Ну, хотелось бы поздравить всех тех, кто не сдавался на протяжении всего этого буткэмпа. Потому что задания, так сказать, были понарастающие по сложности, особенно для начинающих ребят. То есть все ребята достойно справлялись и в курсах для начинающих, и в курсах для тех, кто уже продолжает. Вы сделали большой урок в развитии понимания того, что такое на самом деле машинное обучение и как применять его концепции на практике. И, собственно, применяли свои знания в задачах, которые любезно составили мои коллеги. И я бы хотел вам, естественно, пожелать на этом не останавливаться и депрессивно развиваться в данном направлении. Именно как хелперу мне бы хотелось сказать, что было очень приятно наблюдать, как с каждым разом ваши вопросы становились все сложнее. и было видно, что вы хорошо освоили то, что вам дали до этого момента. И вы начинаете справляться с этими моментами уже самостоятельно и сами решаете эти, собственно, проблемы, которые у вас возникают. И некоторые вопросы даже и нас, так сказать, ставили в тупик, потому что, ну, не можем мы все знать. Но, так сказать, мы пытались, так сказать, всем помочь. Еще хотелось бы, конечно, задать вопрос, чтобы вы ответили в чате и на ютюбе, а, ну, сейчас, чтобы вы ответили, собственно, в чате и на ютюбе, какие именно темы оказались вам наиболее простыми. Потому что вот насчет простых тем нам уже сложно судить. Мы можем статистику составить по тем вопросам, которые были наиболее сложными, потому что у нас много вопросов были по этим темам. А вот насчет простых мы не знаем. Пожалуйста, напишите, какие темы были для вас самыми простыми и легкими. Ну, на этом все. Павел, спасибо большое. Действительно, ребята, обратная связь очень важна. Пожалуйста, пишите ответы. Не забывайте присылать смайлики и вообще как-то друг друга поддерживать. Это все-таки уже финал. Можно уже настроиться на то, что все позади, все самое страшное позади. Надо сделать все, что должны и получить закономерный результат. Я сейчас передаю слово разработчикам. И в качестве представителя разработчика выступает Татьяна Гайнцева. Это Data and AI Scientist at Philips, лектор в Deep Learning School, выпускница ШАД отделения Big Data и специалист по Computer Vision. Татьяна, пожалуйста, подключайтесь, включайте видео. Я включила. Добрый день. Да, да, да. Да, вас слышно. Спасибо. Отлично. Я тоже скажу пару слов участникам. Меня зовут Таня, и я вела у вас четвертый день. Это там, где мы разговаривали про архитектуру нейронных сетей различные и задачу сегментации. Вот. Ну, что я хотела бы сказать? Конечно, я хотела бы вас поздравить с завершением. Наверное, кто-то еще не завершил целый курс. Я очень надеюсь, что вы найдете в себе энтузиазм, силы и интерес завершить его. Но это был, ну, это был не курс, это был буткэмп, и это значит, что этот буткэмп был призван найти у вас интерес к искусственному интеллекту, познакомить вас с этой концепцией. Не сильно прямо очень углубляться в диплёрнинг и искусственный интеллект, но вот как-то дать вам понимание, что там вообще происходит. И хочется сказать, что надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что задачей мы справились, заинтересовали вас, по крайней мере, в этом предмете, и что вам захочется дальше что-либо в этом направлении делать. И хочется сказать, что можете вы делать после завершения этого буткэмпа, собственно, в этом направлении. Сейчас в интернете, на самом деле, есть очень много разных курсов по искусственному интеллекту, это такой ход-топик, поэтому вы можете выбрать разные, можете выбрать несколько из них, потому что по своему опыту я знаю, что важно иногда на одно и то же посмотреть с разных сторон, глазами разных людей, разных преподавателей, и тогда все внутри складывается в целостную картинку. Например, вы можете прийти в сентябре к нам в Deep Learning School, у нас будет как раз открыт набор на поток. Что можно делать еще? Кроме теории, важно еще практиковаться, то есть после этого буткэмпа, мне кажется, вы уже можете начинать практику в Data Science и Deep Learning, и для этого есть тоже очень много разных возможностей, например, тот же самый Kaggle. На Kaggle есть много разных соревнований для разного уровня, начинайте с уровня поменьше, чтобы сразу не испугаться, и там есть очень много поддержки, то есть уже готовых ноутбуков с разными решениями, с которых можно сортовать и так далее. Кроме Kaggle, есть еще очень много разных компетишенов, и там, где вы можете попробовать себя в деле. Наверное, если вам интересно, где это можно делать, вы можете написать и спросить об этом в чате, и, возможно, мы вам подскажем. Можете, наверное, спросить это в Дискорде, так будет проще всего. Если вам понравится, то, ребята, мы даже сможем вам оформить посты и там рассказать про какие-то интересные источники, то есть после нашего закрытия даже. Да, извините, про рога, мне кажется, это важно для нашей аудитории. Ну, если уж так мы говорим про источники посты и аудитории, то я могу сказать, что кроме нашей школы Deep Learning School, кроме наших курсов, мы еще ведем телеграм-канал, где как раз рассказываем интересные истории из мира искусственного интеллекта, как сложные, так и простые. То есть мы разбираем как новые статьи, новые технологии, но довольно простым и доступным языком. Поэтому, если вам интересно, что, в принципе, творится в мире Deep Learning, подписывайтесь на наш канал. Он называется Dale Stories. Мы тоже, наверное, можем куда-нибудь скинуть ссылку. Вот. Ну, вот примерно это я хотела сказать. Если вам что-то понравилось, но что-то показалось сложным, не унывайте. Сложность — это признак того, что вы развиваетесь, признак того, что должен быть здесь интерес. И, как я сказала, если вы посмотрите на одну и тоже с трех разных сторон, то наверняка все это сложится в одну целостную картинку. И в конце мне, как человеку, который, собственно, ведет этот канал Dale Stories и вообще рассказывает всякие курсы и... ну, курсы, лекции и так далее, интересно, какая тема искусственного интеллекта вам сейчас больше всего интересна? То есть вот такой вопрос. Вы можете на него ответить в чате на YouTube, мы обязательно посмотрим. То есть есть там темы, например, компьютер-вижн, сегментация, классификация, NLP, то есть обработка звука, например, или текста, или вообще какая-то другая тема, о которой вы грезите. Подветьте, пожалуйста, на вопрос, какая тема вам наиболее интересна, очень интересна. Ну, наверное, на этом мое выступление все. Желаю всем успехов, какую бы профессию, какую бы пути вы не выбрали. Татьяна, спасибо большое. Это очень вдохновляющая речь. Ребята, я от себя хочу сказать, что вы, конечно, сейчас бьете на опережение. Вы уже сейчас трогаете руками реально какую-то практическую сторону своих знаний. У вас уже сейчас фора перед большинством учащихся, которые меньше практикуются и занимаются только теорией. Это просто потрясающе. Сейчас действительно наступает ваше время, и ваше время в прямом и переносном смысле. Я сейчас передам вам слово, точнее, кому-то из участников буткемпа. Сейчас ребята поделятся тем, как они дошли до такой жизни, с чем они вообще боролись, как преодолевали какие-то проблемы, когда проходили буткемп. И первый участник сегодня, который выступает, это Егор Быков, ученик седьмого класса гимназии номер один города Калининграда, участник обоих курсов буткемпа. Егор, пожалуйста, включи микрофон и камеру. Мы ждем тебя. Говори. Здравствуйте. Меня зовут Быков Егор. Я живу в Калининграде. Мне 12 лет. Программирую на двух языках программирования. Python и C++. Мне этот курс порекомендовал мой преподаватель. Самый сложный на этом курсе это были шуткие формулы. Но на практике все становилось намного проще. В будущем я хотел бы написать свою нейронную сеть, которая была бы полезна в изучении иностранных языков, которая будет генерировать фразы для собеседника, для отработки обученных знаний. В целом курс мне очень понравился. Здорово. Слушай, Егор, ну, может быть, ты можешь как-то вырасти поскорее, ускорить свой рост, чтобы я, наконец, научился английскому языку, потому что очень нужна твоя программа. Вот прямо сейчас. Пожалуйста, вырастай. Я целых три языка учу. Зависть. Зависть светлая у меня к вам, ко всем, дорогие участники. Егор, выключай, пожалуйста, микрофон. Я сейчас передам его право слово следующему участнику. Спасибо тебе большое за твое искреннее нам всем послание. Следующий человек у микрофона это Максим Кирилюк, ученик 11 класса Бауманской инженерной школы номер 1580, участник курса для продолжающих. Максим, пожалуйста, тебе слово. Микрофон, камера, бой. Да, всем здравствуйте. Сразу хочется поблагодарить всех за этот прекрасный буткем. На нем я узнал очень много нового за эти даже больше, чем неделя. Еще больше подготовился к соревнованию AIGC. Было приятно увидеть уже знакомых лекторов Татьяну, Григория, Юрия. Хочется поблагодарить всех за лекции. Хочется поблагодарить наш добрый, веселый чат в Дискорде. Хелтеров, которые всегда были с нами, помогали. И участников, уже опытных, которые прошли этот нелегкий путь. Максим, спасибо большое. Может быть, ты отметишь что-то, что для тебя оказалось самым крутым вызовом? Да, для меня самым крутым вызовом оказались две последние лекции от Никиты по рекомендательным системам. Сложно. Очень сложные, большие формулы. Пришлось углубиться в это и проникнуться. Что-то, что ты для себя приметил, что в какую сторону будешь дальше расти и что делать? Сейчас я занимался компьютерным зрением в основном, но сейчас меня заинтересовали и рекомендательные системы в том числе, так как я узнал, как устроены популярные сервисы, которыми мы каждый день пользуемся. Spotify, Netflix, как они изнутри работают. Хотел я пример. Звучит круто и перспективно. Что же, удача. Удачи тебе и вообще всем участникам. Давай. Я пока что передаю слово следующему нашему участнику. Это Егор Ширгин, абитуриент национального... Простите, исследовательского Томского политехнического университета направления мехатроника и робототехника и участник курса для продолжающих. Пожалуйста, включаем микрофон и видеокамеру. Здравствуйте, организаторы и привет всем участникам. Меня зовут Ширгин Егор, как меня уже представили. И я начал заниматься нейронными системами еще на Олимпиаде кружкового движения и ты на втором этапе автономных транспортных систем. Там мы занимались только классификацией изображений. Этот же бутхенд позволил мне больше углубиться в Data Science, в обработке, в уже не изображений, а текстовой информации. Это плюс огромный. Я получил хороший опыт. Но, к сожалению, последние задачи были просто гроб-гроб. Я пока не решил, но еще 4 дня, думаю, смогу. Самые классные задачи были это сегментация и обучение классификатора. Ну и на этом, наверное, все. Ну, еще хотелось бы сказать про то, что куда я буду дальше развиваться, это по своему направлению, куда я поступаю, там будет возможность применять знания по искусственному интеллекту, по машинному обучению и так далее. и мне будет, где получать дополнительные еще знания на буткемпах. Надеюсь, дальше будут у вас такие. Я с радостью поучаствую. Спасибо. Вам спасибо, что вы приходите, стараетесь, вкладываетесь, ведь для этого все и делается. Спасибо большое всем участникам еще раз. Вот такие у нас замечательные ребята в бою, себя попробовали. Сейчас пришло время для заключительного слова. Передаю его руководителю Академии искусственного интеллекта для школьников Дарии Сатиковой. Пожалуйста, Дария, включаем микрофон, включаем камеру. Меня слышно? Да, прекрасно. Отлично, да, рада всех видеть, рада завершать этот прекрасный буткемп, который мы стартовали больше двух недель назад. Рада видеть здесь столько хороших отзывов от участников. За время буткемпа, за время первой, второй недели на него зарегистрировалось более двух тысяч участников. За все это время ребята решали всего заданий было 37 и было 75 шагов. Некоторые особо отчаянные участники, как мне сказали организаторы, совершали по 199 ошибок при решении заданий, но все равно они сдавались. Поэтому я хочу поздравить всех с окончанием, я хочу поблагодарить всех за то, что не сдавались, за то, что решали, за то, что изучали такую сложную, такую важную тему. Действительно, искусственный интеллект будет трансформировать наше настоящее, наше будущее. Специалисты, которые занимаются сферой искусственного интеллекта, находятся на переднем крае буквально развития технологий, развития науки, все то, что сейчас происходит со сферы искусственного интеллекта, это очень интересно, это очень весело. Весной коллеги из Сбера, например, сделали генератор первомайских лозунгов на основе обученной нейросетки. Вот. Какие-то такие проекты мы каждый день видим, это здорово, что есть фановые компоненты в сфере искусственного интеллекта, но и есть, конечно, серьезные важные задачи, с которыми должен справиться искусственный интеллект. И если вы еще не присоединились к нашему международному конкурсу по искусственному интеллекту, во-первых, обязательно присоединитесь, а во-вторых, если вы ознакомитесь с задачами и треками, которые там есть, вы увидите, что там есть, например, задача, связанная с интерпретацией речи, жестового языка глухонемых людей. Задача очень важная, социально важная, которая позволит снизить коммуникационный барьер для таких людей, и решение этой задачи может быть не только интересным, но и очень полезным для общества. Есть задача, связанная с распознаванием снимков легких, что особенно актуально в текущей ситуации, в которой мы все с вами живем, в ситуации пандемии. Там есть задачи, связанные с обработкой естественного языка, как такие более пространные научные, так и очень конкретные, например, связанные с необходимостью составить психологический портрет респондента по его перепискам. Все эти возможности, все эти интересные направления вы можете изучить в треках международного соревнования и можете попытаться себя проявить в нем. Я надеюсь, что база знаний, которые вы сейчас получили, будет достаточно того, чтобы стартовать, а кто стартовал, то уверенно продолжить. Я бы здесь еще, наверное, хотела добавить, что даже если у вас что-то не получилось, вы уже сделали намного больше, чем какой-нибудь средний обыватель, который не пришел на наше международное соревнование и на наш конкурс, на наш буткэмп, вы уже стали точно на шажок ближе, чем соседний с вами человек, который этого не сделал, и поэтому самый первый шаг, это самый сложный шаг, тут главное найти то, что вас драйвит, именно ту тема, которая близка вам, и я уверена, что тогда решать задачу будет интересной и крутой, и возможности, которые открываются перед вами безграничны. Учитывая то, как эта сфера развивается, безусловно, если вы ей займетесь, вы себя в ней найдете, вы найдете себе не только перспективное карьерное направление, но еще какое-то дело, которое делает нашу жизнь лучше, потому что на самом деле искусственный интеллект это главный помощник человечества, не побоюсь этих слов, это технология, которая поможет нам во многом экономить наше время и ресурс, чтобы расходовать его на действительно важные для нас вещи. Я надеюсь, что прекрасный мир будущего, в котором мы можем заниматься вещами, которые важны и интересны для нас, он благодаря вам тоже будет приближаться. Всем желаю удачи, хорошего настроения, хорошего окончания лета, принимать участие в наших соревнованиях обязательно, не бросать ни в коем случае заниматься сферой искусственного интеллекта. Еще раз вас благодарю за то, что вы были с нами на протяжении этого времени, а также я очень хотела бы поблагодарить наших организаторов практики будущего, которые проделали всю эту невероятную, огромную, замечательную образовательную работу с вами. и надеюсь, что вы им тоже благодарны и очень восхищена тем, что сделали с этим буткемпом наши коллеги. Очень радую за то, чтобы вы им тоже спасибо написали, особенно тем хелперам, которые вам помогали и были на протяжении всего этого мероприятия с вами. Не постесняйтесь, напишите им спасибо, им будет приятно. А я скажу еще раз спасибо вам и, наверное, закончу свой монолог. Всего доброго. спасибо. Дарья, спасибо большое. Если бы я был участником, я бы хотел услышать такие теплые слова про свое будущее. И вообще я хочу сказать, что мой опыт проведения большого количества собеседований в IT-компаниях, которые мне удалось, в которых мне готовилось поучаствовать за последнее время, говорит о том, что частым вопросом является на собеседовании вопрос о том, какие ошибки вы допускали и как вы с ними боролись. Так что ошибки, которые сейчас вы проживаете, которые, может быть, где-то вам кажутся крахом, это все багаж, багаж, который монетизируется. Это ваш будущий достаток, это ваша хорошая зарплата, это ваш хороший статус, это дело, которое дает вам энергию и смелость на то, чтобы жить полной классной жизнью. Это очень здорово. И мы, во всяком случае, мы в это верим, как организаторы, как люди, которые это делают, и хотим, чтобы у вас так было. Сейчас мне говорят, что в чатах было оживленное обсуждение вопросов, и я сейчас передам слово еще раз Таисе Сахаровой, нашему программному директору, которая некоторый ответ интересный осветит. Таисе Сахаровой. Всем спасибо. Я тут не могу начать не с того, что еще раз подхватить мысль, которую говорила Дарья, что огромное спасибо коллегам за то, что помогли и поддержали в создании такого буткемпа, и этот буткемп, это действительно не просто продукт, который выпустили практики будущего, или продукт, в том числе, который выпустил Академию искусственного интеллекта, это то, что сделали мы все вместе, потому что тут были спикеры как из Академии ИИ, как из практик будущего, так и люди с Deep Learning School, со своим богатым опытом, со своим огромным багажом, и то, что мы сделали, это действительно старание очень большого количества людей, в том числе старание участников, потому что если смотреть на чат в Дискорде, в котором иногда происходило полное безумие, там участники поддерживали, помогали друг другу, отвечали на вопросы, и участники, и хелперы, и организаторы, мы все над этим работали вместе, и это действительно безумно круто, поэтому даже сейчас я вижу некоторые реакции в Дискорде, я видела отзывы на курсе, на степик, поэтому если вы хотите сказать кому-то спасибо, сказать кому-то что-то приятное, вы можете это сделать прямо сейчас в чате на Ютубе, вы это можете сделать в чате в Дискорде, и вы это можете сделать в курсе на степике, оставить отзыв, даже написать фамилию, кого вы там больше всего любите, кто ваш краш этого курса, и этот человек обязательно это увидит, это может быть как и участник, так и хелпер, и все это увидят, поэтому оставляйте ваши отзывы, можете написать, какой у вас самый любимый человек с этого курса, и тут мне хотелось бы озвучить некоторые ответы, которые прозвучали в чате, во-первых, то, что участникам правда интересно продолжить изучать некоторые сложные темы, например, как генерацию контента, компьютерное зрение, генеративное обучение, сейчас участники устно проговаривали, что хотят развиваться в рекомендационных системах, поэтому мы понимаем, что после закрытия буткемпа мы еще просто будем обязаны предоставить некоторый пул дополнительной информации участникам, поэтому ждите это еще до 8 числа в нашей группе ВКонтакте, где мы подготовим вам подборку интересных, классных материалов. Еще передаю привет Софии, которой 13 лет, которая написала в чате, что ей 13, и она также по результатам курса показывает хорошие результаты, так что, Егор, у вас есть компания в виде Софии, которая также осилила этот курс, передаю привет вам обоим, вы молодцы, поэтому растите как профессионалы, также после этой дыри, участвуйте в международном стране по искусственному интеллекту, участвуйте в Олимпиаде ОНТИ, или в вашем случае ОНТИ Джуниор. Будем рады вас снова видеть, пишите отзывы, пишите о самых сложных, самых простых задачах, и давайте нам всю вашу обратную связь, и это не обязательно живых под звезд, мы ценим любую обратную связь, даже если вы поставите нам три и скажете, что пошло не так. Всем огромное спасибо, очень рада была сейчас озвучить такие заключительные мысли и похвалить всех, восхвалять всех своих коллег и друзей. Ох, друзья, спасибо большое еще раз, устал улыбаться, потому что просто сижу и напитываюсь позитивной энергией, чувствую, что все выдухают. Это было очень круто, и я чувствую, что это было очень сложно для вас, и я знаю, что почти все или очень много кто сейчас пойдет доздавать еще задания. я надеюсь, что вы извлекли из всего этого процесса максимум для себя пользу, просто взяли все, что можно. Я хочу сказать вам не прощайте, а до свидания, до встречи на международном конкурсе по искусственному интеллекту, на встрече на профиле Олимпиады КДНТИ. Так что счастливо вам и отличного вам программистского лета.